Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас продолжение сериала с Владимиром Новиковым, художником, издателем, поэтом, большим другом Всех детей Ну, я думаю, даже не только в Латвии, но и за ее пределами далеко А начнем мы эту передачу с предисловия, которое написал Эдуард Успенский Книжки «Морской поросенок», вышедшей в 1999 году Это была первая авторская книга Новикова В которой были и его рисунки, и его стихи И загадки, и всякие шарады В общем, Эдуард Николаевич сказал о нем так У вас в руках книга с таким странным и веселым названием «Морской поросенок», ее написал мой старинный друг Владимир Новиков Старинно это не значит, что он очень старый Просто мы знакомы с ним больше десяти лет Потому что он всегда издавал веселые детские журналы и книги А я всегда в них печатался Между прочим, бесплатно это Успенский не писал, но я добавляю Наконец, он решил выпустить книжку своих стихотворений И вот, например, такое Помидор Я пошел на обед, заявил Помидор И никто не видал Помидора с тех пор Я долго ломал голову Почему же его до сих пор никто не видел А потом понял, что Помидор переходил улицу в неположенном месте Попал под автобус и стал томатом Вот такие веселые стихи идут от первой до последней страницы Даже удивительно, что такой одаренный поэт до сих пор Не очень замечен прессой И до сих пор не стал Маршаком или Чуковским Итак, почему же, Владимир Вы не стали Маршаком или Чуковским? Ошибся, Эдуард Николаевич Но стихи на самом деле смешные А потому что Маршак и Чуковский не рисовали А я вот рисовал, рисовал Растворение личности подвело Расстроение Да Да, всяческое Особенно желание детские журналы и всякие прочие журналы издавать Я передам вам книжку, чтобы вы ее показали на камеру этого морского поросенка Так Вот Морской поросенок Просто я родился в год кабана и в море ходил И вот это соединило вас Я думаю, что вы один из немногих людей, которым от Успенского было дано такое напутствие А как вы вообще с ним познакомились и почему вы стали таким близким для него человеком? Что он вам отдавал авторские права бесплатно? Что он вас напутствовал? Что его портрет послужил образом выставки? Да, да, да Он мне говорил так, что в Латвии можешь издавать все, что угодно мое Все, что угодно, у меня просто, по правде скажу, не зашли руки Хотя были планы интересные Сделать из его книжки, там, дядя Федор, такую серию книжечек, чтобы дети раскрашивали, отгадывали что-то Ну так, не сложилось, в просто времени не хватило Ну фактически на латышский переведены крокодил Гена и Чебурашка и дядя Федор Да, но крокодил Гена и Чебурашка это перевел Янис Балтюкс Это он давно еще в советские времена перевел А дядя Федор и пес и кот, да, это... Это ваша работа? Да, да Так как вы познакомились с Успенским? К Расидору Николаевичу Почему он к вам так проникся? Ну он проникся, а он вообще был человеком открытым для всех Не только для меня, а для всех, с кем ему было не скучно Значит что, я когда основал журнал Гном Всесоюзный, между прочим, журнал Ну распространялся, да, по всему Советскому Союзу распространялся Вообще были золотые времена, я говорю, тираж там был 80 тысяч И, как она называлась, Союз печать давала предоплату Представляете, вы сдаете журнал на реализацию И вам выплачивают там 50% стоимости Еще не продав ничего Это вот так было здесь заведено Это был 88-й год? Нет, это был 91-й год И 92-й еще была предоплата Пока границы с Советским Союзом не закрылись А письма нам приходили из Калининграда, конечно Потому что журнал там печатался Но были письма из Алма-Аты То есть у нас были читатели Далеко доходили руки Норикова Да, такие были читатели А вообще с Успенским я захотел познакомиться много лет назад Еще телевизоры были Грубые Была передача какая-то Я вдруг и смотрю, там вышел такой очень энергичный автор И читал там Лился сумрак голубой В паруса фрегата Собирала на разбой Бабушка пирата И в те времена это было необычно Потому что не писали таких стихотворений Бабушка пирата А потом там Захадер выбрал такие строчки Сказал, это мирового уровня из этого стихотворения Зря сирот не обижай, береги патроны Бабушка советует пирату И это вот выступление этого автора Это было сродни Высоцкому То есть это правда Правда Ну то есть Не какие-то там вуали Что-то закрывают А четко, ясно И потом сказали Ну я узнал, что это Эдуард Успенский был И когда я стал редактором журнала Я решил раздобыть это стихотворение Потому что его не публиковали Вот он его прочитал Там на каком-то вечере И публикации не было Даже десятитомное собрание сочинений Успенского Которое вышло Ну где-то на грани 90-х годов Да-да-да-да И там нет этого стихотворения И когда он у меня был дома Я говорю, Дарья Николаевич Напишите мне это стихотворение в книгу Но это наглость большая Потому что стихотворение очень длинное Он написал первые две страфы И дальше подписал А остальное детский писатель должен знать сам В этом стихотворении Ну и вот Я, кстати, спросил Эдуару Николаевича Когда у него было А почему вы так быстро читали это стихотворение Прямо тараторили А он говорит Так был прямой эфир Меня могли в любой момент со сцены убрать Я хотел дочитать до конца И вот первым Где-то в 87-м или 88-м году Я был с делегацией молодёжной в Болгарии Я участвовал в журнале В советско-болгарском «Дружба» Делал там детскую страничку И стихи туда посылал И наших авторов латвийских детских Публиковали в детской рубрике И у нас была большая делегация Кстати, Таня Фаст была от Латвии и я Мы вдвое А так были москвичи Писатели, художники И среди них был Гриша Гладков И я его попросил Не может ли он мне дать телефон Успенского Он дал мне телефон Успенского Я вам позвонил, взял трубку Антон Юрьевич Галилов Приезжайте А кто это? На Александра Невского Это литературный секретарь Успенского А что такое литературный секретарь? Какую функцию он исполнял? Разве писатель не сам пишет? Секретарь 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 То есть все секреты хранит И всяческую помощь оказывает Например, Антон Юрьевич Жарил котлетки Эдуарду Николаевичу Ну, это одна Не функция Это его А кто ему зарплату платил? Ну, две жены Эдуарду Николаевичу Называли Антон Юрьевича Свекрухой Зарплату, да Эдуард Николаевич Ему влатил Но это Они познакомились очень давно Еще мальчишками Вместе на рыбалку ходили И старший брат Антон Юрьевич Учился В одном классе С Успенским Вот Ну, он много рассказывал мне тоже О детстве Эдуарда Николаевича Антон Юрьевич Потому что я Когда Вот после этого Морского поросенка Ну, я стал желанным гостем И у Эдуарда Николаевича И у Антон Юрьевича Антон Юрьевич жил в Москве А Эдуарда Николаевич Вот Я тоже у него Бывал В Нововолково Потом В Переделкино Потом В Троицке В Витееву рисовал Вот А в Москве Когда в Москве Я находился Я у Анатон Юрьевича Останавливался Так все-таки В чем была функция Этого литературного секретаря? Кроме того Чтобы котлеты жарить И быть сикрухой Котлеты Это уже просто Одна из областей Просто это уже Функция Как скажем Мамы Вот Хотя Анатон Юрьевич был Моложе Эдуарда Николаевича Кстати Эдуар Николаевич О нем написал Большую Сказку Прекрасную И в журнале Новый мир Она была опубликована Уже после Смерти Анатон Юрьевича То есть Успенский Пережил Анатон Юрьевича? Года на три Наверное Так Вот Анатон Юрьевич Это был Удивительный человек Он знал Всю Элиту Скажем Масфильма Потому что В свое время Он был Инструктором Райкома Комсомола Куда был Масфильм Приписан И вот он Там всех И в комсомол Принимал И проверки Всякие дела Он проталкивал Сценарии Успенского Для постановок? Абсолютно нет А при чем Масфильм? Ну потому что Он Был таким Важным человеком В свое время Потом он был Помощником Юрия Чикачихина Да? Да До последнего Вот пока Юрий Юрий Не погиб Вот А почему Он перешел К Эдуару Николаевичу Он не навелся К нему сразу Он заканчивал Юридический институт Работал Следователем И вот Разбирая Одно из дел Его подстерегли И всю эту правку И всю эту правку Потом Анатолий Юрьевич Перепечатывал Бывало Книжки Некоторые По 25 раз Перепечатывал Тогда не было Компьютеров И он за машинкой Печатной Перепечатывал Потом Если оформлять Надо было Какую-то Заграничную Командировку Да и По России Он Приобретал Билеты Сдавал документы На визу Получал Эту визу Вот Ну очень много Функций Исполнял Ну просто Как родной Человек Тут нельзя Сказать Что это Какой-то Работник А кстати Успенский Писал Рукой Или на машинке Печатал На машинке Он печатал На машинке И потом Он очень быстро Освоил компьютер Раньше Чем я Так скажу И потом Меня еще Голдаты Тогда Этот Литературный Секретарь Стал не нужен Или Нет Ну как он Мог стать Ненужным Ну что вы Это просто Была Его Часть Успенского Живая Так скажем Он мог Советы дать И куда-то Пойти на переговоры То есть Как юрист Защищать его права Да И оформлять Договоры Оформлять О публикации Постоянно Он был В курсе Всего этого Зарин Голлович Писал Приходил Что-нибудь Пошутить Поугощать Например В издательстве Малыш Детки Ну да В издательстве Малыш Запретили Авторам Приносить Вино И конфеты И конфеты И торты Редакторам Ну и что Анатолий Юрьевич У меня даже Повесть написана Где у меня Следователь Анатолий Юрьевич Тамилов Его Галилов Фамилия У меня был Тамилов Вообще Он мне Рассказывал Что Родители Его И вот Этот брат Это были Его родители Приемные Не родители Приемные А как это Если родители Они усыновили Усыновители Усыновили Но так усыновили Что Словно Он родной Для всего мира А на самом деле Его Отец Был одним Из видных Деятелей Коммунистических Деятелей Болгарии Еще до военных Времен Мне Анатолий Юрьевич Рассказывал Как его Маленьким Ребенком Ну его Расстреляли Режим Этот Еще Против Которого Он боролся И он Рассказывал Мне Его Еще Ребенком Возили В Болгарию И демонстрировали Я говорю Ничего не мог понять И там Женщина В возрасте И помоложе Это были Мама И Сестра Его отца Да Вот такая Судьба Интересно Ну Значит Вот Антон Юрьевич И вот Вы Анатолий Юрьевич Которого Называли Свекровкой Не Свекровкой А Свекрухой Свекрухой Жарил Для Успенского Котлеты А при этом Не только Котлеты Я Вот Я в детстве Перепечатал На машинке Его труды Я в детстве Очень любил Блины Тонкие Мне мама Сказала Любишь Блины Вот тебе Рецепт Делай сам И делай Я угощаю Всех Я хотел Сегодня И вам Привезти Но не успел В следующий раз Обязательно Привезу Блинов Я пеку Эти блины Там Ну так Многие знают Их вкус И когда Кодор Николаевич Тоже Поехал Первый раз Это вот Я Ему там Нажарил Блинов Но Анатолий Юрьевич Это не мог Пережить Да И на второй На второй же день Он Я спросил Что ты там делаешь Как ты это делаешь Я ему Объяснил Два яйца Пол литра воды Чайную ложечку Сахара Чайную ложечку Соли С горочкой И все И воду Никакой Больше никаких Добавок Не надо И на другой День Анатолий Юрьевич Нажарил Блинов Эдуард Николаевич Очень они Понравились И когда я Встречался С ним Самый последний раз Это было До полгода За полгода До его смерти Я приехал И мне Позвонил Из этого Кольца В маршрутке Они должны были Приехать на машине И его взять И Мне говорят Эдуард Николаевич Сказал Чтобы Тебе Купили Все что там надо Для блинов Да Для блинов И для блинов И для отбивных Я отбивные Ему тоже делал Он любил Эдуард Николаевич Не любил рестораны Он не любил Никакие кафе Он любил Именно домашнюю Пищу И Этим то вы его И купили И во Финляндии Например Его там На каких-то Сусовках Я его Это надо Подумать Насчет купили На каких-то Тусовках Угощали Различными Ястовыми Деликатесами И он Попросил А нельзя Мне лучше Хотел Какую-нибудь Сосисочку И вот Там Отредили Там Редакторов Эти Кфильских Ходили В магазин Побежали Сосиски Иначе Дарья Праздник Вообще мы с женой даже ездили И он сказал Когда расставались Сказал приезжайте Приезжайте почаще с вами интересно А вообще он многим людям помог Многим людям Мультипликатор татарский Он жил в Киеве И вот Эдуард Николаевич Притянул в Москву И все эти мультфильмы И Пластилиновая ворона И Гриша Гладков тоже Он же питерский Тоже вот он прибыл с Пластилиновой вороны И остался в Москве И сейчас продолжает И очень много авторов Востоков такой детский автор Замечательный есть Да и Андрей Дюшо-Усачев Его Этот самый И Матвиенко В Петербурге писатель такой есть Тоже ему очень Эдуард Николаевич помог Он был открыт людям Понимаете И помогал бескорыстно Абсолютно Владимир Так все-таки Вы раздобыли его телефон Позвонили А А А А А А Нормальненько Так Сначала Да Ну а нет Ну А Эдуард Николаевича не было Он где-то был в отъезде Где-то Он часто ездил по России Встречи были С детьми Вот И потом я А потом в следующий раз Это уже был Я из Болгарии Да-да Ехал И я приехал Он был довольно-таки Не был такой Ой, как хорошо Было понятно, что Ну вот припёрлись Мы как раз женой К нему пришли Вот припёрлись Я работаю То есть Не работать надо Да А мы пришли В первые половины дня Я не знал Ещё его режим А вот когда Вот у него там Останавливался Он всегда говорил До 11 часов Меня не трогать Не трогать Не заходить Ни в коем случае Все домашние Знали То есть Он вот такой был Последовательный И У него был Порядок Работал Прям вот Ни дня без строчки Ни дня без странички И спать ложился Там Не сидел Допоздна Он бывало В 9 В 10 Самое Позднее Ложился Спать Укладывался Да Собаке Вот его Когда А И вот Я в последние За полгода До его смерти Я в марте Был в Москве Как раз Пришло Пришло письмо От нашего Кукольного театра Договор О постановке Крокодила Гены И Чебурашки На сцене Вот сейчас Он идёт Успешно Успенский сказал Пусть ставит Подпишет Вот И я Ему Сделал Эти блины Сделал Отбивное А у него Уже Вот эти Вкусовые Рецепторы Ему сложно Было И Он говорил Ну что ты На этот раз Готовил Не как Всегда Ну Ну то есть Ну давайте Не будем о конце А будем о начале Вот вы приперлись Как раз В неурочное время Так вот этот конец Я вам скажу Он сидел У камина На ногах Были войлочные Тапочки С якоря И с якорьками Аппликация Вот И мы Часами Разговаривали Он мне рассказывал Своих Я О собаках Он рассказывал Я ему Морские истории И Очень хорошо Мы провели Время Он был И он Сидел в халате Он после химии Был Без волос И у него Громадный череп Знаете Он как святой Вот святой Прямо вот Скажу Его вот нарисовать Это Настоящий Был Образ Святого Да И В это же время Там приезжали Люди Например Внук Иван Максимович Семенова Редактор Антон Семенов Приезжал Эдуард Николаевич Тогда Принаряжался Ну правда В коляске Все садился За стол Угощал И беседа Лилась Он до последнего Был В форме Тут Не может быть Грустно Я Не знаю И не знал Сильнее человека До последнего Да Но если вернуться К началу Вы пришли В неурочное время С женой Он немножко На вас Так косо посмотрел Я пришел Да И у него уже был Первый номер Гнома Да В 91-м году Я ему дал Он уже посмотрел Расслабился Беру Журнал У меня У меня как раз Малышки Появились А тогда Они усыновили С Супругой Двух девочек Из детского дома Они малюсенькие Еще тогда были И вот Я взял интервью А он Давал Я наверное Уже рассказывал Об этом Своей истории В израильске Журнал Балагаша В детский Он стал нам Гном давать Вот Я нарисовал На него шарш И очень волновался Похож Как он воспримет Да Похож Не похож Но тогда Не было интернета По почте Я послал Вот В следующий раз Я приехал Говорю Дарья Николаевич Как это шарш Ай Не волнуйся Только открыли Журнал Девчонки Закричали Вместе Дуэтом Папа То есть Узнали Ну все Девочки Светочка И Ирочка Спасибо вам Еще расскажу Вот так Может быть Я этим и купил Во многом А правда ли Что Успенский Был домашним тираном Ай Ну какая глупость Я Ну жену-то было Четыре Так это Жены были Наверное Тираниями Да Мегерами Да Нет Нет Жены Вообще-то Три Вторая жена Она же Четвертая Да И она До последнего С ним была Она Ну практически Носила его На руках Ну вот Насчет тирании Сын его Третьей жены Владик И вот О нем И Дарья Николаевич Кажет Что это Ну В общем-то Великий Ну Замечательный Образец Невероятный Ну просто Его говорит Портят Мама И бабушка А он И Дарья Николаевич С ним Это как два Ровесника Вот по утрам Да Вместо зарядки Они вот Кувыркались Понимаете И никогда Нельзя было сказать Что он Старше Может тиранить Владика Ну вот Я даже так скажу Когда Владик выступал Тут На одной из передач Он там говорил Какой жуткий Эдуард Николаевич Там Что-то Он не сказал Что он его даже шлепнул Он его ни разу За все эти годы Не шлепнул Там Больше десяти лет Они вместе жили А Пожалуйста Когда Например У ребенка Приходной возраст Даже девочки Неуправляемые А Владик Пожалуйста Приводит Полкласса В этот домашний бассейн Там все прыгают Булькают А Даже не спрашивают Эдуард Николаевич Разрешения Конечно Он Возмущается Какой же он тиран Если его доченька Таня Назвала Сына Эдиком Эдуардом В честь Эдуарда Николаевича И вообще Когда Она была В лагере Он написал Книгу Целую Письма Ребенка Но вот Он ей писал Письма Потом эти письма Анатолий Юрьевич Отпечатал И потом Они переплели У меня даже Дома есть Такая книжка Самодельная Переплетенная Письма Ребенку Там сколько Нежности Сколько Вот И Такой факт Когда Развелись Эдуард Николаевич С Римой С первой женой Можете себе Представить Что доченька Таня Которую Сейчас Папу Как характеризуют Ужасно Пошла К ним жить К новой жене И к папе В 12 лет И было И они Ее замуж Выдали До замужества Она у них жила Катя Внучка Старший Ребенок Тани Она тоже Жила Неделями У Дора Николаевича Два лета Жила Тоже Вот В новой Семье И Я с Катей Тоже знаком Очень хорошая Девочка Я их с Владиком Учил рисовать Ельцина Портрет У меня был Такой портрет Я ей Рассказывал Как можно Рисовать Ельцина Берешь Лист Портрет Этого Ельцина С обратной стороны Штрихуешь Карандашом Потом На бумагу Обводишь Ручкой У тебя готов Портрет Они такие Счастливые Что стали Художниками И вот Катя Звала Эдора Николаевича Дедик Эдик Какого Тирана Можно Звать Дедик Эдик А почему Они так На него Окрытились Сейчас скажу Вот И он Катю Отправил В повесть О камнееде Об иностранном Залетчике Который Прилетел И все Он говорит Я с Катей Он Мне рассказал Списал Все ее Повадки Все Весь ее Жаргон Как Все ее Повороты Ну то есть Эта Катя Там Очень Хорошая Девочка А почему Такое Случилось Я вот Думаю Что Таня У него Много От характера Эдуар Николаевича Тоже Вот так Непримиримая А Еще Почему Эдуар Николаевич Он Особенно Близких Хотел Чтобы люди Правильными людьми Росли Чтобы они Трудились Например Кате Тане Захотелось Новое Платье Он говорит Пошли в магазин Пошли в магазин Выбирай Какая ткань Это Все покупаем Сколько тебе надо Ши сама Вот так Ну это она уже была В старших Классах Понимаете А Сейчас Почему Так Случилось Они Просто Таня И Эдуар Николаевич У них Очень похожий Характер И вот там Как говорится Нашла Коса На камень И Почему Эдуар Николаевич Ей не оставил Наследство Она просто Не приезжала К нему Последние месяцы Его жизни Елена Его Жена Вдова Настоящая Говорила Таня Ну приедь Возьми Папу За руку Скажи Папа И вот Ну там Я думаю Что Таня Скорее всего Не думала Что он умрет Так быстро То есть Они поссорились Накануне болезни Что ли Во время болезни Поссорились Во время И она Вообще К нему Не приезжала Понимаете Это же И он Зная Что Ну Что Лена Не обидит И Лена Не хотела Обидеть Таню Но Танька Извините Таня начала Там такие Выступления Такие ужасные Папа Тиран Тиран Ну в общем Все из-за денег Опять Все Да Из-за наследства Только Только Здесь это Только Понимаете У Тани Было такое К папе Всегда претензия Папа Почему Ты такой богатый А я такая бедная Ну какая бедная Машина Есть Квартиры Даже Две По-моему У нее квартиры Как у Малахова Была передача Да Вот мы были У Татьяне В ее маленькой Трехкомнатной Квартирке В Москве Да Хорошо Вот Ну вы понимаете Что порой Детский писатель Сам превращается В такого Ну Очень ранимого Человека Да И если Начинать Вот идти Как Ну то есть Детский писатель Для того чтобы Хорошо понимать Детей Наверное сам Остается в каком-то Смысле Ребенком И Может обижаться Как ребенок Может Ну как ребенок Реагировать На какие-то Несправедливости В жизни Ну наверное Каждый взрослый Может Каждый взрослый Может Но Но детский писатель Наверное он В этом мире Порой живет Понимаете Вот Эдуард Николаевич Когда годовщина Исполнилась Его смерти Я Сделал марку Из А это эскиз Это рисунок Был для марки Здесь значит Дядя Федор Пес и кот Ну так как Это в Латвии Марка издавалась Латвийская почта Тут Дядя Федор На латыш Латышское издание Да И Крокодил Гена Тоже Вот И вот Эту марку Марка С конвертом У меня тоже Здесь есть Но она Все равно Масштаба Маленького Получил Каждый Кто пришел Вспомнить Эдуарда Николаевича На годовщину Его смерти И Вот В музее Российской Литературы Тоже Эта марка Есть То есть Маленький след От Латвии Остался В Воспоминаниях Эдуарда Николаевича Успенского Ну Конечно Это встреча Давайте может быть У нас еще есть Немножечко пять минут Наверное для того Чтобы рассказать О человеке Который нет Который Который Переводил Крокодила Гена Да Да Это Латышский Замечательный писатель Да Он Так А где же у меня Его рисунчик А вот он Он погиб Погиб Когда ему еще даже 60 лет Не исполнилось И Этого поэта Иммон Зенденис Назначил своим Последователем Он считал Что передаст Иммон Но получилось так Что он пережил Иоанниса Лет на 10 Наверное Пережил Здесь Значит То есть он был Детский Он был Он был разный Он и взрослый Он был лириком Вообще он был Орнитологом По профессии И Поэтому птички Здесь на этой картинке Да Вот Тоже Поэтому Вот И он Рассказывал Он изучал Жизнь птиц Жил на болотах Говорит Порой Бывало Не с кем поговорить И писал стихи Потом принес Эти стихи В издательство Лесма И Зедованиц Тогда там заведовал Не в издательство Лесма А в журнал Лесма Был такой журнал Лесма Для молодежи Из Вагина Для постарше И Он принес А Иммон Зедованиц Заведовал Отделом Поэзии Да Поэзии В этом Журнале Лесма И он Янис Говорит Я так удивился Тут же Опубликовали Вот рядом Шарш Мазьеданица Да Это в журнале Гном он у нас был Интервью с ним Большой Вот И И для детей Стал писать Он Где-то Еще 10 лет Он 10 лет Где-то работал Орнитологом Потом Переключился Только На литературу И Когда он погиб Был учрежден Советом по детской Литературе Латвии И национальной Библиотекой Был учрежден Приз Ежегодный Имени Яниса Балтвелкса Который Вручается За достижения В латышской Литературе Книги Вот сейчас Стали давать И иностранцам И итальянцам И шведам И финнам И полякам Вот А птицы Которые здесь Изображены Во-первых Трисогуска А это Не все Я нарисовал Рисунок Здесь только Мой Портрет Яниса Шарш А Я тогда Еще марки Не Не занимался Марками У нас Есть Такая Художница Замечательная Элита Вильума Она Делает Марки Очень много И Морю Посвященные Судоходству Вот И я попросил Ее помощи Марков Это мой рисунок Только Вот А вот Эта птичка Трисогуска Это национальная Птица Латвии Поэтому она Сюда попала А ворона Это любимая Птица Яниса За ее Мудрость Рассудительность И на кладбище Где похоронен Янис Памятник Такая Ироничная Ворона Из гранита Выбита Из них Как Он Переводил Эту Сказку Про Крокодила Гену Почему ему Поручили Именно Ну Поручили Он уже Талантливым Был автором Вообще Он умеет В латышских Например Стихах Он очень умеет Играть со словом Очень умеет А Ведь произведение Успенского Там тоже игра А попробуй переведи И Янис Мне рассказал Так Ну Как Чебурашку Назвать Ты буквально Не переведешь Слово Чебурашка И он Сказал В латышском языке Есть такое слово Тепур Потом Значит По латышски Как-то не идет Старуха Шапокляк В латышском Предношении Надо Говорить Ветцин Шапокляка Потому что Она женского рода И он Взял Такой Говорит Смешной Берет Есть Питямица Называется И у него Ветцин Питямица Вот Что делать С девочкой Галей По латышски Галя Известно Что Мясо Как это Галя Назвать В книжке И он Назвал Алой Эту девочку Алой Вот Так он Ее Так переводил Эту Сказку Крокодил Гены И когда Мы решили Переводить Дети Федора Песа и Кота Пса и Кота Я позвонил Янису Говорю Янис Слушай Переведи Пожалуйста Он говорит Ой Володя Не могу А он Тогда стал уже Редактором Детского журнала Латышского Детского Латышского Я говорит Сейчас у меня нет Времени Абсолютно Журнал И я Договорит С Дагнией Дрейкой Дагнией Дрейкой Эту историю Мы уже рассказывали Я уже рассказывал Вот Еще одна марка Я не буду Уже Углубляться Может быть Когда-нибудь Это Валентин Савельевич Пикуль Тоже вышла У меня марка Этот год Нынешний Это год памяти Пикуля 30 лет Со дня Его Смерти Что там Изображено Море Корабль Корабль Это эсминец Грозный На котором Пикуль был Сначала рулевым сигнальщиком Потом Заведовал Гирокомпасом И вот что интересно Можно читать Какие угодно Учебники По электронавиационным Приборам Но без гирокомпаса Не обойтись Так как он Описал В повести Мальчики с бантиками Вот этот Принцип Свободного Гироскопа Ни в одном Учебнике Такого нет Ни един преподаватель Дальше Что здесь Изображено Вот так как он Был рулевой сигнальщик Здесь Штурвал И ручка С перышком Потому что Вот так он писал Он писал Макал в чернильницу Обыкновенное Ученическое перо И Ученической ручкой И писал И В автографе 20 век Но это Отдельная история Почему он писал 20 век Хорошо Мы Расскажем Еще Другие Истории Из Большой Коллекции Владимира Новикова Наверное В какой-то Следующей серии Встреч с ним Потому что У него 600 морских Историй У него Я не знаю Наверное Более Такой Кураж Втираж И вот здесь Его багаж Живое слово Кураж Втираж Девиз Блинова Поздравляйте Завтра Александра Сергеевича Спасибо большое Сегодня в программе Очевидец Был Владимир Новиков Художник Издатель Поэт Друг всех детей Программу провела Людмила Прибыльская И звукорежиссер студии Родион Золотарев Всего доброго